Всем привет! Наш интерьер состоит не только из каких-то глобальных вещей, мебели, но также большую роль в интерьере играют мелочи, освещение. Освещение, мне кажется, вообще играет, наверное, самую большую роль в интерьере, потому что ничто так не создает уют, как свет, причем не яркий свет, не люстры, а именно какое-то точечное освещение, какой-то приглушенный свет. И сегодня мы с вами создадим такое вот точечное освещение, но не просто, а живой свет, как бы, я не знаю, как это назвать. Я очень люблю орхидеи, в первую очередь из-за того, что они цветут постоянно летом, осенью, зимой, да, вот, пожалуйста. Плюс орхидеи, что им нужны прозрачные горшки, их корням нужен свет, то есть в основном продаются вот такие. И я купила вот такой вот горшочек, мне сейчас появилось, раньше было Zara Home, очень интересное интерьерное решение. Сейчас появилась альтернатива, конкуренты, H&M. Почему с H&M очень смешно, когда я первый раз приехала в Финляндию, я говорю, пойдем сходим в H&M. Она на меня смоткает, что это такое. Я говорю, ну как же у вас магазин на H&M. Долго объясняла, в итоге на бумажке написала, она мне говорит, ааа, Хуэм, да, Хуэм, пойдем, конечно, сходим. А вот, после этого я с трудом вспоминаю, как они называются, я постоянно мне хочется сказать, что Хуэм. Так вот, Хуэм Хоум открылись, и у них небольшие магазинчики, но при этом интерьерное решение прям пока что мне очень нравится. Я там нашла такую вазочку, такая же была непрозрачная, и я сейчас хочу пересадить орхидеи, и будет такое сочетание прозрачной пупырку. Вот такую купила, это обычная, ее можно найти и в Оби, и в Икее, и вообще во всех магазинах, ну такие вот стаканы какие-то. Итак, начнем вот с этого, наверное, горшка. Я буду использовать три варианта света. Сюда я использую вот такое вот решение, это вот такая вот уличная гирлянда на солнечных батареях. За счет того, что гирлянда уличная, она совершенно не боится влаги, и поэтому, когда мы будем туда добавлять, когда мы будем поливать цветок, с ней ничего не случится. Все это можно купить на Алиэкспресс, но сейчас в связи с коронавирусом я не рискнула. Все я нашла как бы в интернет-магазинах, это все есть в России, сейчас бы мне это собрать. За счет того, что есть здесь on-off режимы, значит нам эта штука надо вверх. Это будет так вот вставляться в горшок и будет идти к окну. В данном случае смотрите, что мы сделаем. Орхидеи по своей природе паразиты, им по факту земля не нужна. Они живут на деревьях, они цепляются корнями, корни растут во все стороны, корнями не собирают влагу и цепляются просто за кору деревьев. Во всех магазинах, во всех цветочных продается вот такая вот кора сосны. Я ее купила, она нам тоже понадобится при заполнении вот данного вот горшка. На дно я положу светодиодную подсветку, вот эту. Тут 10 метров. Нам сейчас нужно с вами сделать гнездо вот из этой вот проволоки по размеру самой вазы. Короче. Смысл вот этого геморрой устраивать. Мы просто вот так вот берем, заминаем туда проволоку. Теперь нам нужно прижать это, но чтобы свет у нас не потерялся, я буду использовать прозрачные камушки, которые прижмут проволоку со светодиодами и будут приглушиваться. Камушки эти продаются точно так же в цветочных магазинах. Вы можете купить вот такую вот, вот такие стекляшечки. Перемешку можно взять. Теперь берем немножко коры и присыпаем. Помещаем нашу орхидею. Теперь я буду использовать такие камни. То есть это обычная галька. Еще такая коричневая. В данном случае я буду использовать серую крупную и белую помельче. А белую гальку, если у вас будет ее лучше использовать поверху, потому что, как любой белый материал, при соприкосновении с корой она будет желтеть, темнеть. Гальку, понятное дело, можете, если вы живете рядом с морем, сходите на пляж. Вам вообще лучше всех. Если нет, то сейчас в обе, да везде она продается, в всех цветочных магазинах. Скоро откроются к лету поближе сад, огород, всякие такие рыночки. Там тоже ее продается просто видимо-невидимо. И аккуратно, чтобы не затронуть корешочки, я буду укладывать по кругу гальку. Она будет прижимать по кругу наш горшочек. Именно в этом горшке, за счет того, что он пупорчатый и он не дает стопроцентный просвет и понимание, что внутри, нет смысла накидывать много. Мы просто создаем цвет. Теперь мы поставим цветком в комнату и к окну нужно развернуть солнечную батарею. Вставляем ее. Когда вы будете выбирать светодиодную подсветку, фонарь или что вы там будете, смотрите, чтобы был датчик света. Тогда, когда будет наступать день, что вам не приходилось включать, включать, то есть вы можете в принципе включать, выключать даже вот это вот. Вы можете его включить и когда светло, он будет набирать энергию, но не будет светиться. Но когда будет темнеть, он будет автоматически включаться. В данном случае, чем мне понравился вот этот, его можно просто включать и выключать. И даже когда темно, вы его подошли, выключили и у вас нет ночника. А если хотите, то данное растение будет где-то у вас служить еще и ночником. Я скручиваю провода и опускаю внутрь горшка. Дальше я буду использовать белую галечку. Она за счет того, что более мелкая, она перемешается серыми камешками и разбавит по цвету. Сверху мы в сам горшок для орхидеи поднакидаем чуть-чуть коры. Первый наш живой светильник уже готов. Для следующего варианта я буду использовать вот такую подсветку. Она не на светодиодных батарей, то есть нельзя как в том горшке будет раз завалить камушками и забыть. Пока она живет и живет, заряжается и заряжается. Пока жив солнечный аккумулятор, жива ваша подсветка. Здесь нет, здесь придется менять аккумулятор. Поэтому нам придется создать вариант, когда в любой момент цветок можно снять, вытащить ее и поменять батареи. Я ее купила в магазине для кальянов. Она водонепроницаемая. Они используются для бассейнов, для ванн, для всего. И в качестве подсветки для кальянных колб. Они кидаются прямо в воду, включаются. Разные кучи режимов. Кстати, еще одно преимущество данной подсветки, что это прямо вообще гирлянда. Мы ее кладем на дно. И она отсвечивает сюда. То есть тут вообще в темноте вы можете сделать какой угодно вариант. О, даже так можно. Опять, для того, чтобы не испортить вот этот вот эффект света, нам потребуются прозрачные камни. Наказываем бутылку. Петляшечек накидываем. И максимально накладываем ее. То есть, по факту, да, вы вот так вот ставите, и у вас вот такая вот подсветка. Но мы пойдем дальше. Я понимаю, что через какое-то время батарейки сядут, их придется менять. И как только я начну доставать орхидею, камни, которыми я обкладываю по кругу, пластиковый горшок, они просто едут внутрь. Но вытащить 20 камушков, поменять батарейку там раз в полгода, а то и раз в год, ну ничего страшного можно. Главное, изначально вставить хорошие батарейки. Можно использовать пакет, а тебе больше всех надо, да? Ну, заходи. Можно использовать пакет, тогда вы, ну, обрезать его по высоте. Тогда вы сюда ставите горшок, обкладываете, да, и просто потом тянете за пакет в любой момент, вытаскиваете и меняете батарейки. Я его положу на дно, поставлю орхидею, примну пакет. То есть, когда вы потом будете доставать, пакет у вас будет, то есть вы достанете орхидею, а дальше уже вот так вот достанете пакет со всеми камнями, у вас будет легкий доступ именно к смене батарей. На дно для корешков орхидеи я накидаю кору, ставлю орхидею. И в данном варианте я буду использовать вот эти камни. И опять чуть-чуть коварую. Ну, и не забываем полить нашу орхидею. И вот второй вариант живого света у нас с вами готов. Третий вариант для любителей миниатюрных растений. Мы создадим такой мини-сад. Для этого я буду использовать открытую вот такую вот вазу, полуаквариум. Я не знаю, как угодно вообще это продается, как ваза. Вот такую вот гальку, которая светится в темноте для аквариумов. Она абсолютно безобидна для растений, для животных, для рыбок. Она продается практически во всех зоомагазинах. Она бывает белая, синяя. И найти мне удалось только зеленую. Ну, ничего страшного. Растения зеленые, галька зеленая. Высыпаем гальку на дно. У нее есть верхушка, есть дно. Вот мы стараемся, чтобы она лежала более ровно, класть ее вот так вот на дно. Дном данной гальки вот так вот по стенкам вазы. И одновременно она же будет выполнять функцию дренажа. Дальше нам потребуется обычная земля. И мы просто с вами засыпаем гальку. Вот видите, то есть если мы посмотрим, у нас вот здесь вот она по краям галька. То есть я ее специально распределила таким образом, чтобы она вот здесь вот была, чтобы было чему светиться. Так, теперь будем создавать наш микросадик. Вот такой вот сюда, как тусенок. Сейчас вот мне перчатки очень на руку играют. Как тусенку мы посадим. Адрамиксус. Цветочек эхиверии. Я не ботаник. Я выбрала исключительно по принципу, что мне понравилось в магазине. И сейчас просто это все пытаюсь ужить вместе. Это вот такой вот плесневый кактус какой-то. Отвалился. Кактус отвалился. Но ничего, зная кактусы, они приживают совсем моментом. И вот такая вот интересная штука называется живой камень. Теперь, чтобы создать какую-то интересную штуку, не просто землю, да, я буду использовать обычный песок, битые ракушки. Будем создавать а-ля сад камней. Я просто буду создавать какие-то вот такие дорожки. Еще я купила вот такие вот маленькие декоративные вазочки. И вот сюда вот я так вот прикопаю по переднему плану одну вот такую. Да, 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 вот так вот поставлю, вот такую вот. И каргаршочек. Не претендую абсолютно название какого-то великого флориста, садовода. Я художник, я так вижу. Давайте мне добавим немножечко крупных камней. Вот таких три живых света или таких три живых ночничка, как он будет угодно, вы можете сделать собственными руками, немножко разнообразить свой интерьер, сделать свои вариации. Может быть, кто-то придумает какие-то другие варианты подсветки, которые можно использовать. Пишите в комментариях, потому что ничто так не создает настроение, как точечное освещение и тем более вот такой вот живой свет. Всем пока!